Здравствуйте, мои золотые! Сегодня мы смотрим расклад Гранд Табло на тему, какие события повлияют на вашу судьбу и как. Знаете, можно в один прекрасный момент проснуться знаменитым, да? А можно, допустим, потерять всё в одну секунду. Поэтому мы посмотрим, что тут вас ждёт. Вот, может быть, эти события с личной жизнью связаны. Итак, смотрим, какие события. Так, смотрите, здесь очень интересный момент. Здесь вам в работе нужно прорабатывать определённую хитрость, определённые планы. Лиса – это не только обман, это хитрость, ум, план, да? То есть прорабатывать какой-то план, может быть, какую-то хитрость, изобретательность в работе, что-то новое нужно изобретать, да? Но есть определённые какие-то страхи, сомнения, переживания. И сейчас у вас на данном этапе как бы рост вот этих сомнений. А что вы можете изобрести, какое колесо, если, например, уже до вас всё изобрели? То есть здесь такой вот момент. Вы думаете об этом. Какую хитрость вам придумать? Здесь, смотрите, может быть совмещение нового союза, как бы какое-то движение в вашей жизни, да? То есть какие-то разговоры о том, что можно что-то придумать совместно, да, в паре какой-то определённо, как придумать проект какой-то новый, да? Или это может быть новый брак. Если вы, например, уже вступали в брак, это может быть вторичный какой-то брак, о котором идёт разговор. И это разговор о переезде, о движении, об изменениях. Это то, что вас волнует. Ещё вас волнует очень сильно какая-то длительная поездка или переезд за границу, да? Как бы что вы тут можете? Сама вы упали в дом звезды, то есть у вас огромное количество мечты, да? То есть очень много мечтаете, вот. И не просто мечтаете, а вы мечтаете, может быть, о звёздной славе, о каких-то проектах, может быть, о сцене кто-то мечтает, да? Может быть, кто-то мечтает там удачно выйти замуж, да, чтобы о вас говорил весь мир. То есть вы человек, который хотите признания определённого. Может быть, кто-то хочет в каком-то телевизионном проекте сняться или попасть в телевизионный проект. Вот. Ваша мечта связана с социумом, с обществом. Это признание общества. Это то, чтобы о вас много говорили и узнали, да? Как бы, чтобы вы, например, там, ваши старания не пропали даром. То есть вы очень хотите. Или такой год пришёл, когда вам это необходимо всё. И это принесёт вам славу, успеха, деньги. Ну, вот то вы, о чём мечтаете, как бы в социуме, это вот принесёт вам реально славу, успеха, деньги и деньги в вашем доме. То есть та мечта, которую вы мечтаете, она у вас на подходе, да? И вы как бы как раз всего этого добьётесь. А что здесь поможет? Во-первых, здесь будет какой-то решительный, такой роковой выход. Вот реально можете проснуться знаменитой, да? Потому что вы безумно тут любите свою работу. Очень много там учились, трудились, там, развивались, там, не знаю, двигались. То есть вы как трудоголик, помешанный на работе. Работа приносит вам огромное удовольствие. Но сейчас на данном этапе чего не избежать? Это каких-то препятствий и проблем. Да? Препятствий и проблемы. Давайте пойдём от них. Препятствий и проблемы. Где они у нас? Кармические, судьбоносные. Связаны с препятствиями и проблемами. Ну, в общем, как бы судьбоносные, да, препятствия и проблемы. Вот это вот сейчас такой камень предкновения. Он вам необходим. Он как бы нужен, да, для того, чтобы вы, видимо, что-то тут ещё землю рыли копытом и куда-то двигались, да? То есть этого не избежать. На данном этапе ваша работа будет очень значима, очень нужна, очень такая сильная. На вашу работу есть какое-то влияние сильного мира сего. И это влияние сильного мира сего приведёт к стабильному браку семьи. И если вы мечтаете купить дом где-то, да, то вы себе купите дом. То есть рост какой-то будет такой благодаря вот этому стабильному человеку. Он находится в доме брака. То есть человек вам предложит как брак, так и контракт. А вы человек, который сейчас на данном этапе всё это отсекли, вот, сделали какой-то решительный, такой кардинальный выбор, резкий такой, вот резко отсекли. То есть он, может, вам что-то уже пытался там предлагать, а вы как бы резко отсекли, да? То есть вот это отсечение у вас идёт. То есть вы как бы всё время отсекаете быстрее, чем человек успеет что-то говорить. Этот выбор принесёт огромную удачу, счастье, успех в вашей жизни. Именно с этим партнёром, то есть это будет, смотрите, счастье в доме и удача в доме медведя. Такой высокий скачок, высокий подъём. Ваш партнёр, смотрите, ваш партнёр сидит в доме сомнений, переживаний, у него всякие страшные мысли, да? Он как бы весь в мыслях. А сомнения здесь такие. Здесь как бы конец зависимости вашей от него. И он переживает по поводу того, будет ли реально рост, если он вам предложит то, что вы хотите. Здесь, смотрите, у него идёт как бы... Ему нужна простая переписка, чтобы быть счастливым с вами. И у него в перспективе счастье благодаря этой переписке и вам. То есть как бы его счастье зависит от вас, да? А переписка потеряна. На что он настроен? Отсечь вот эти все молчанки, да? И начать общаться. И он настроен на то, что он с вами будет реально счастлив. Голова пустая, ничем не думает как бы, да? Он чётко идёт по наитию, куда тянет его сердце и душа. Так, смотрите, какие тут изменения. В доме известий, стабильность, работа, возможности. По работе очень много коммуникаций. Вы получаете очень много общения, очень много разговоров. И будут предложения. То есть вы получите какое-то известие. Обман. Вы тут применили такую небольшую женскую хитрость. Тебя поймать, обмануть, вокруг пальца обвести, потому что по-другому у вас не получается. Смотрите, в доме каких-то глобальных поездок у вас что-то здесь будет стабильно расти. То есть как бы очень много будет каких-то поездок стабильных, да? В своём доме вы такая, знаете, вы такая можете быть. Магическая, эзотерическая, вся такая мутная какая-то, непонятная, да? Там, можете, там, не знаю, с луной разговаривать. Или вы можете быть очень эмоционально впечатлительная, с тонкой интуицией человек, да? В доме здоровья окончание чего-то, какого-то процесса, да? Связанное с тем, что, допустим, ну, вы нашли какое-то окончательное решение, окончательное движение, как бы, да? Это окончание каких-либо заболеваний тут идёт. Мужчина ваш в доме постоянных страхов, сомнений, переживаний такой, знаете, весь непонятный, но оно как бы всё пройдёт скоро, да? И мужчина он такой тоже непонятный, весь мутный, магический, мистический, со своими тараканами в голове. В доме соперничества, если вы переживаете, то тут нету соперницы никакой, да? Человек вообще не спит ночами, постоянно думает о вас, а вот вы ещё тут думаете и переживаете о соперниках и конкурентах. Соперничество, конечно, растёт, да? Но я бы так сказала, вам здесь больше везёт, в отличие от других, у вас есть возможность работы, работы за границей. Вот, за границей, как бы выход есть, да? Работа за границей. Поэтому здесь как бы вы как соперник очень сильная, мощная такая, да? То есть вы не сидите сложа руки, не работаете по наитию, вы очень много стараетесь чего-то нового в своей работе преподнести. Так, в доме радости. Радости какой-то. Во-первых, здесь может быть какая-то небольшая радость, ну, такие, знаете, небольшие счастливые моменты. Не знаю, там, связали кофточку и радуетесь там, да? Или там, не знаю, приготовили пирог, радуйтесь. Ну, то есть как бы такие вот... И ещё, может быть, радость связана с вашей дочкой. То есть, может быть, дочка – это то, что вас радует. Так, отсечение союза. Может быть, у кого-то разрыв, у кого-то развод, да? То есть тоже такое не исключено. То есть если есть такие категоричные женщины, ах, ты не хочешь делать, как я, всё, я ухожу. Общение у вас тут с мужчиной, коммуникация с мужчиной, разговоры с мужчиной, не только с мужчиной, да? Переживания по поводу переезда, поездки, как вам это всё, приживётесь ли вы в новом городе, в новой стране, да? Подружитесь ли вы с кем-либо, понравится ли вам что-то вот такое, да? Смотрите, в доме детей. Во-первых, здесь удваивается, то есть у вас может быть двое деток, да? А во-вторых, у вас очень легко, кто хочет родить детей, будут очень какие-то лёгкие роды. Вот здесь как бы всё в плане этому как бы хорошо. Ещё вы удачно коммуницируетесь с детьми, вы можете дружить с детьми. В доме хитрости и обмана вот переписка. То есть вы проявляете изобретательность, хитрость, да? Как крутить, вертеть? То есть вы тут всё время продумываете, как правильно ответить, как не обидеть человека там, да? Или людей не обидеть. То есть вы как бы всё время продумываете свой план. В доме силы очень большое счастье, удача идёт к вам, на пороге у вас стоит. Ну и вы такая звезда, в доме мечты, звезды, звёздности, да? Это вот как бы в социуме, да? Как бы вы будете прямо блистать. В доме партнёрских отношений. Платонические, длительные отношения двух ресурсных людей, которые ценят всё красивое, очень такие творческие люди с красивой душой, да? Смотрите, очень привязаны к этим партнёрским отношениям. Верность в партнёрских отношениях. Тут как бы, знаете, и помимо верности вы ещё хорошие друзья. Рост соперничества. Во-первых, с партнёром. Во-вторых, как бы соперничество вас подстёгивает на какие-то движения, да? Как бы не даёт заскучать и не даёт расслабиться. Вот в обществе вы тут вся звезда. Такая пленительного счастья, да? Очень привлекательное, интересное. Судьбоносные препятствия, которые, ну, не избежать такого не бывает, чтобы всё было гладко. Вот. Резкий выбор в вашей жизни, да? По поводу того, что вы хотите быть счастливой с этим партнёром. Потери в доме потерь. Потери в доме потерь. Это не избежать потери. Знаете, как бывает, ненужные люди вы будете терять, ненужные килограммы будете терять, ненужных друзей будете терять. Это как бы необходимость. Так. Так, известие в доме любви. То есть вам как бы здесь получится какое-то известие любовное. То есть партнёр будет о своей любви кричать, петь песни вам, да? А вы любите работу. Он любит вас, вы любите работу. У вас взаимная любовь такая. В доме брака. Ну, брак, где мужчина возьмёт ответственность, силу, мощь, будет заботливый, внимательный муж, заботливый отец. Как бы он прямо вот будет защищать вас и ваших будущих детей. В доме обучения. Обучаться будете красоте, флирту, привлекательности, женскому, иньскому началу. Да, если не помните, как это делаете, будете вспоминать. В доме общения. Общайтесь с друзьями, общайтесь по-дружески, общайтесь постоянно на одной волне. Может быть, не меняйте друзей. Постоянство в дружбе. Вот человек, который вечно, знаете, в одну голову вылетает, в другую вылетает. То есть у него мысли всё время как бы сомнения, страх и сомнения в его голове. Такие, знаете, в вашем доме деньги, да, то есть у человека, который притягивает эти деньги, вы магнит для денег, вы любите деньги, да, и вы работаете ради денег, несмотря на любовь к работе. В доме, смотрите, лилии у вас обучение, образование. Вы будете чему-то обучать красивому, привлекательному. Может, кто-то курсы откроет по вязанию, кроет шитье. Может быть, курсы по макияжу кто-то откроет. Может быть, курсы кто-то откроет. Что у нас ещё красивое такое есть, да? Но это может быть ещё обучение каким-то партнёрским отношениям, как правильно разводить мужчину на то, чтобы женились в доме счастья. Вот у вас и удача. У вас правильный выбор. Ну и ещё, как бы, знаете, вот, как, знаете, стоять перед камнем, пойдёшь направо, получишь одно, пойдёшь налево, получишь счастье. Вы выберете вот это удачный, удачный выбор сделать. Очень много сомнений, переживаний по поводу того, сможете ли вы жить в доме с его, может быть, многочисленными там родственниками, да, там, как бы, или он всё-таки отдельный дом будет, ну, то есть вы, как бы, настроены на отдельный дом по своему характеру. Так, в доме решение будет решение, будет это решение связано с тем, чего вы хотите, вы добьётесь, вы получите, да. В доме денег здесь вот такой момент, что, как бы, деньги из социума к вам идут, да, как бы из социума от людей, от покупателей, от контрактов, там, от клиентов, да. В доме работы, очень любите работу, и всё, сердце отдаёте, всю душу своей работе. Ну, и что вам не избежать? Препятствий, которые вам ставят, препятствия конкуренции для того, чтобы вы преодолевали, становились сильнее, мощнее, но и удачливее. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.